Здравствуйте. Мы начинаем наш вебинар. А, все. У нового медовителя знака. Все, начнем. Да, здравствуйте. Меня зовут Назарова Галина. Напомню, да, компания LeadHit. Сегодня мы с вами проведем вебинар, о котором я буду рассказывать о деликатности рассылок, что это такое, к чему это везет и почему это хорошо. Недаром это используют активно в своих решениях LeadHit. Так, сейчас тогда секунду просмотрим, сколько у нас уже здесь собралось, чтобы мы уже действительно начали, когда все активизируются. Ну, я думаю, все, можем. Что же такое, в принципе, деликатная рассылка? Это такая конструкция письма по факту, которая содержит такую эмоциональную составляющую, которая ведет и приводит, в принципе, к общению посетителя с сайтом, с магазином, ну, и в целом коммуницирует, да? Вот. То есть, ну, деликатная рассылка помогает, в принципе, наладить контакт с посетителями. Так. Их, в принципе, располагает. Вообще, в принципе, деликатные рассылки, опять же, да, то есть, подчеркну, они ведут к тому, что очень тонко и лояльно происходит общение с посетителем, и посетители очень неплохо реагируют на развитие письма, которые приходят именно на почту. Вот. То есть, здесь идет не просто рассылка с каким-то чудо-предложением, а идет действительно письмо, которое ждет клиент, да, и, ну, понимает, почему оно пришло. То есть, ну, не знаю, не буду долго засловить, наверное, перейдем сразу к делу. И сейчас, секунду. Я заранее извиняюсь, мы введем, ну, я, по крайней мере, точно введу первый вебинар, поэтому какие-то технические неполадки, надеюсь, мы избежим сразу же. Давайте перейдем к нашей презентации и от этого толкнемся. Дальше. Так, надеюсь, все хорошо видно. Правильно? Все окей? Да? Все, отлично. Смотрите, ну, соответственно, это наше название нашей презентации, да, то есть уже какие-то основные мысли мы здесь проговорили. Сам формат деликатной рассылки действительно несет очень хорошую, неоспоримую помощь, да, в таких направлениях, в направлениях, как увеличение лояльности к бренду, как запоминаемость, ну, бренда-магазина в целом, да, то есть потому что эти рассылки открывают как минимум, да, и от них уже люди действительно отталкиваются на повторный просмотр сайта, потому что все-таки, ну, e-mail-рассылки, они направлены на то, чтобы вернуть посетителя на сайт и уже продолжить с ними взаимодействие. Вот. Но все-таки наша цель – это не только отлаживание какой-то, там, ну, не знаю, там такой дружеской атмосферы с посетителем, а это все-таки увеличение прибыльности от общения с клиентом. То есть самое главное, да, это деньги. То есть всегда, ну, как бы что-то скрывать. Всем работаем за результат финансовый в первую очередь. Вот. Поэтому данные рассылки, которые действительно воспринимаются очень хорошо посетителям, они, опять же, ведут клиента на сайт, ведут его за повторной покупкой или, в принципе, первой, если они ушли без, ну, как-то, не знаю, нечаянно ушли, там, различные ситуации бывают, да, но тем не менее. То есть LTV, клиент сайта в целом, интернет-магазина, он повышается достаточно неплохо, да. То есть чуть позже мы перейдем к статистике, которую я покажу. Ну, в общем-то, наглядно увидите все смотрительно. Дополнительный плюс от данного вида рассылок – это сарафанное радио, потому что рассылки, которые приятно получать, приятно читать и, в принципе, хорошо, позитивно воспринимаются, ими обычно делятся посетители, ну, в общем-то, люди между собой, ну, просто для того, чтобы, ну, не знаю, показать, что вот, смотрите, ушел сайт, и пришло письмо, и, в общем-то, все классно, ну, образно говоря. Вот, поэтому действительный фактор сарафанного радио, он присутствует достаточно, ну, четко, в общем-то, прослеживается. Вот, давайте сейчас, подождите, я вам покажу следующий слайд. Николай, мне нужно помочь, я забыла переключать, секунду. Итак, что же конкретно рекомендует LeadHit? По каждому пункту сейчас пройдемся, и в каждом, ну, на каждом немножко остановимся, что-то более подробно проговорим. Первое, что мы рекомендуем, это отправлять действительно письмо вовремя, когда человек действительно ушел с сайта, и он понимает, почему и с какой целью, там, и так далее, тут пришло ему конкретное письмо. Да, то есть здесь что предлагаем мы, да, LeadHit? Ну, просто конкретный пример приведу. Так как мы умеем пендировать сессию, допустим, да, мы отправляем письма через 3 минуты сразу после того, как посетитель ушел с сайта. То есть действительно, когда он уже ушел с сайта, повторюсь еще раз, да, то есть человек через 3 минуты получает на почту письмо, отталкиваясь от какого-то своего последнего интереса на самом сайте. То есть, допустим, если рассматривать стандартный, там, не знаю, общепринятый пример, это брошенная корзина, человек бросил корзину, ушел с сайта, и через 3 минуты у него на почте появляется письмо, которое, ну, в принципе, там, логику сопоставит и, в общем, понимает, почему конкретно пришло это письмо. То есть негатив уже здесь отсекается, в принципе, да, в этом формате. Вот. Ну, да, здесь мы как раз затронули и второй момент, да, то есть это, да, самое последнее действие интересное на сайте. Ну, да, здесь действительно очень важно прослеживать логику действия посетителя, чтобы отправлять ему корректное письмо и, опять же, вовремя, да, когда он еще не успел уйти на другой сайт и, как минимум, не знаешь, там, что-то просмотреть или же, там, что-то заказать, к примеру, да. Также данный вид рассылки должен содержать, ну, еще и стилистику сайта в письме, чтобы был какой-то визуальный, ну, визуальное такое, ну, восприятие. То есть человек только что был на сайте, который был там в синем формате, образом, да, то есть получает письмо в таких же красках, с таким же логотипом, то есть здесь, ну, прослеживается вот эта вот, ну, визуальная связь, которая, ну, уже на, можно сказать, подсознательном уровне, да, то есть человеку уже, ну, в общем, становится понятным, откуда и почему-то пришлось письмо. Вот, что еще мы рекомендуем, это отправлять эти письма от действительно имени какого-то реального человека, то есть не инфо, не ноу-реплай или еще что-то, да, то есть так называемый робот, да, который отправляет письмо и на который не обязательно отвечать, читать, ну, там уже по настроению там просматривать. Вот, и здесь действительно важно получать поискотелю письмо от живого человека, чтобы уже, ну, как минимум проявить к нему уважение и зайти, почитать, что конкретно он предлагает, как его зовут, там, ну, в общем-то уже начинает какой-то там, какой-то, не знаю, вид коммуникации уже на, опять же, там, если рассматривать психологию на подсознательном уровне. В данном песне в любом случае мы прям активно рекомендуем призывать человека к общению, да, то есть знакомиться, вот как у меня, в общем-то, написано, предлагать себе помощь и так далее, да, то есть сподвигать на общение, да, опять же, на коммуникацию, то есть это как, ну, в реальной жизни, да, то есть человек, ну, не знаю, там, в большинстве случаев сам не подойдет к вам познакомиться, ну, для того, чтобы задать вопрос, да, зачастую даже люди, когда, я не знаю, заплутают на дорогах, да, то есть у, в общем-то, у обычных прохожих не всегда, да, то есть как бы хватает храбрости и смелости что-то спросить. То есть здесь мы, наоборот, сами призываем человека к общению, что ведет, в общем-то, к, ну, обратно ответной реакции, потому что люди любят общение, они привыкли, ну, мы, в принципе, все вместе привыкли общаться в соцсетях, да, и вот, в общем-то, в письменном формате, в интернете, ну, достаточно легко выходим на контакт, то есть здесь самое главное – это, ну, подтолкнуть посетителя, начать общаться, да, то есть уже выяснять какие-то те или иные стороны, которые понравились либо не понравились посетителю. Да, и здесь, что еще самое главное, помимо всех вот этих визуальных и каких-то там других, ну, каких-то таких технических форматов, да, то есть самое главное – не перегрузить еще человека, ну, количество отправленных писем, потому что, ну, зачастую люди заходят с разных устройств, допустим, да, на какие-то определенные сайты, с разных e-mail, то есть, ну, и так далее. То есть, по сути, здесь очень важно отслеживать один путь клиента, и если человек зашел, допустим, с рабочего компьютера на сайт, оставил там рабочую почту, то есть, не знаю, там, зашел, потом уже из дома, из этого письма перешел, допустим, на сайт, который он просматривал, оставил заказ уже на свою личную почту, да, то есть здесь самое главное – отследить этот путь клиента, да, посетителя сайта, и, ну, то есть важно понимать, что уже сам факт, ну, приобретения в магазине, он, допустим, произошел, то есть, соответственно, на первую почту, которую он задействовал в данном пути, слать письмо со скидками какими-то или еще какими-то предложениями, ну, уже не стоит. То есть это уже, ну, будет такое, ну, некоторого рода хамство, да, то есть человек, потому что он уже что-то приобрел, то есть без какой-то там, не знаю, дополнительной помощи, без скидок и так далее. То есть если здесь человек, допустим, получает письмо на предыдущую почту, он видит, что ему, допустим, сайт предлагает какую-то скидку, то здесь он может первое – это, ну, не знаю, там, просто отменить заказ и тем самым нарушив статистику, да, по отправляемым письмам, ну, и так далее. То есть внутренние моменты, которые важно очень отслеживать. Вот. И, соответственно, сделать по сторону заказ и уже применив ту скидку, которую зачем-то дал ему магазин. Ну, по сути, да, то есть как бы тут есть, конечно, вы готовы раздавать скидки, то это, ну, пожалуйста, да, то есть, ну, никто не будет против, как говорится, да, но зачем это делать, если пассивитель сам готов уже приобрести, то есть его, ну, не нужно здесь поталку, это не нужно его, ну, не нужно быть назойливым, да, этого никто не любит, даже в обычной жизни. Любую проекцию здесь нужно ввести на живое общение. Так, то есть здесь, соответственно, да, действительно важно понимать, что у каждого человека есть как минимум, не знаю, два электронных ящика, да, с которых они могут заходить, то есть как минимум два устройства, с которого они могут заходить на сайт, не знаю, там, ноутбук, опять же, там, собственный смартфон и так далее. То есть здесь очень важно уметь отследить один путь клиента и действительно не отправлять ему кучу-кучу писем вдогонок, вдогонку, да, то есть к уже приобретенному товару у вас на сайте, ну, в общем-то, нужно быть корректным, да, деликатным, опять же, и с уважением относиться к каждому гостителю. Вот, поэтому, да, здесь нужно, в общем-то, уметь исследовать один путь клиента. Дальше еще один пункт, который мы видим, это работать со всеми введенными данными на сайте, то есть действительно, здесь не только работать с какими-то полями, которые присутствуют, допустим, только в корзине. Здесь нужно собирать любые данные, которые человек оставляет в принципе на сайте. Он может оформлять нам его выявить и, ну, соответственно, там продолжить работу с ним, да, вот. А, ну, во-вторых, ну, действительно, если человек оставляет какие-то свои данные, то он уже готов, да, что с ним уже будет вести какие-то коммуникации тем иным образом. Вот. Поэтому, да, мы рекомендуем собирать, действительно, все данные на сайте. Это не только e-mail, кстати, это и номера телефонов, с которыми тоже можно потом очень хорошо применить в использовании, да, то есть для наших менеджеров, которые работают на телефоне. И, соответственно, это уже также отрабатывать. Но это немножко другая история. В общем, важно, да, то есть работать со всеми введенными данными на сайте. И, конечно, на такие письма нужно отвечать, особенно если действительно вы отправляете письма от какого-то реального человека, ну, либо фейкового, у кого-то не стоит. Но если, допустим, мне приходит письмо от, ну, предположим, Михаила, да, то есть который говорит, что, вот, Галина, вы были на сайте, давайте, возможно, помогу определиться. Я вижу, что была брошена корзина, возможно, возникли какие-то вопросы. На всякий случай, вот, сохранил вам товары, которые присутствуют. То есть здесь уже понятно, если человек бросил корзину, то возникает какое-то, возможно, недопонимание. Как конкретно закончить, то ну, этот заказ, ну, либо еще какие-то трудности возникли, да. То есть все мы знаем, что все равно там большинство посетителей сайта, да, именно в рабочее время, да, присутствуют в магазинах и что-то выбирают вместо работы. Поэтому здесь любые факторы вот могли бы повлиять, да, на брошенную корзину. И тот самый Михаил, который написал мне вот в письме, приложив свою помощь, да, он действительно может, ну, мне помочь, потому что, ну, да, я, возможно, не успела закончить заказ. Я об этом скажу Михаилу, Михаил у меня любезно ответит и поможет. То есть здесь очень важно действительно отвечать на письма клиента, потому что клиент, точнее, посетитель сайта, он не должен быть брошенным, да, то есть все любят внимание, и, ну, если вы поталкиваете человека к общению, то нужно ему как минимум что-то ответить. Ну, не как минимум, а в любом случае ответить. Так, ой, сейчас, секунду. Да. Секунду. Все, далее. Здесь я привожу пример рассылки, которые, ну, как раз отображают все эти пункты, которые мы сейчас с вами как раз и проговорили. То есть мы видим, первое, да, что письмо приходит действительно человеком, какого-то конкретного, да, то есть здесь у нас этот пример. Сейчас, секундочку. Да, здесь мы видим пример деликатной рассылки, опять же, да, то есть и здесь соблюдены все эти пункты, которые мы с вами проговорили, да, то есть единственное, что мы здесь не видим, что рассылка пришла мгновенно, да, она уже у нас присутствует в скриншате, но здесь мы видим первое, да, то есть сначала смотреть на данную рассылку, что оно действительно пришло от реального человека, мы видим, что это Анна, во-первых, да, что уже какое-то первичное знакомство у нас произошло. Далее мы видим, что действительно оно пришло с реального ящика данного человека, да, Анны, да, то есть анна, собака, ну, и сайт.ру, что это, опять же, не инфо и какой-то там сервис, тому образно говоря, да, то есть здесь конкретно домен указан, то есть анна, собака, там, не знаю, лидхит.ру, хотя это, наверное, очень хороший пример, Мы являемся сервисом. Ну, допустим, сайт, который называется, ну, я не знаю, там, ручка.ру, образом, да, то есть аннасобакручка.ру, то есть уже это тот сайт, на котором только что я была, к примеру, да, то есть здесь у меня уже, ну, прямая визуальная идет, ну, в общем, я вижу, да, что я была только на этом сайте, и Анна мне прислала письмо. Также на самом теле письма мы видим, что Анна как раз вот здесь предлагает свою помощь, да, знакомиться с нами, и, ну, да, то есть как раз она, оба говоря, лично, да, то есть собрала для нас корзину с теми товарами, которые я только что оставила на сайте. Вот. Здесь мы видим также ту эмоциональную составляющую, которая также обязательно должна содержаться в деликатной рассылке, да, то есть мы видим, что Анна подписывается, то есть несет, опять же, эмоциональный окрас ее подпись, да, напишет с любовью Анны, да, но это не обязательно конкретно в таком формате, да, чтобы была подпись, но тем не менее, да, то есть какая-то, ну, в общем-то, составляющая должна быть, которая отражается, что Анна ценит общение с вами. Так, ну, в общем, еще раз обращаю внимание вас на рассылку чуть-чуть попозже, когда я закончу, там, не знаю, там, давайте снова обсудим, да, эти моменты, которые мы сейчас видели, да, но тем не менее я перейду дальше к тому слайду, который мы присутствуем. Вот. Это та самая статистика, о которой я говорю, то есть это уже сам результат деликатных рассылок, который отражает, ну, в принципе, каждый сайт, ну, действительно каждый сайт, который пользуется подобным форматом письма, ну, на нашей практике, да, то есть здесь, допустим, представлены с левой стороны все наши рассылки, которые у нас существуют по триггерному направлению. Здесь мы видим, да, что у нас достаточно хорошее такое количество писем и с процентными составляющими, которые были, в принципе, доставлены, да, то есть из них открываемость, как мы видим, да, то есть она достигает у нас 80%, если брать, допустим, нижний самый такой активный, как мы видим, наш триггер, он достигает, ну, практически 80% открываемости, то есть такие письма действительно при получении их практически сразу же открывают, их читают, и из них мы видим, что кликабельность достигает, ну, 60%, если мы сейчас конкретно смотрим последний наш пример. Вот, то есть то действительно вся статистика, которая собрана вот конкретно в данном слайде, она отражает, ну, каждый, да, магазин, который работает, ну, конкретно с нами, да, то есть поэтому это действительно действенный и эффективный вид рассылки, который, ну, который люди читают, открывают, и здесь, к сожалению, у меня нет слайда, который отражает всю финансовую составляющую, да, дополнительную, которую несут также данные рассылки, но тем не менее, то есть это действительно несет за собой очень хороший результат финансовый, опять же, на котором мы в первую очередь и нацелены при работе с нашими посетителями сайта. Вот, еще раз, в общем, заострю внимание на все цифры, которые здесь у нас присутствуют. Доставляемость, открываемость и кликабельность. Так, и, скорее всего, из слайдов это, наверное, и все. О, еще секунду. Ой, не там. А, нет, еще кое-что. Смотрите, то действительно, если рассматривать результаты эффективности, как я уже проговорила, то действительно, то есть открываемость рассылок у нас здесь, это 60%. В данном примере, то, которое только что было, это было еще 80%, то есть, ну, в общем-то, проценты, они только набирают, в общем-то, обороты, то есть они растут. Вот, здесь на что хочу еще обратить внимание, что действительно те стороны, которые обычно боятся магазина и боятся посетителей, да, то есть что, ну, получение некорректных писем, да, или каких-то, ну, не знаю, там, не… или уже ненужных писем, да, которые там ведут, в принципе, к отпискам или попаданию в спам, да, у нас эти два фактора достигают, ну, минимальных цифр, то есть, как вот здесь, в общем-то, показано, да, что показатели отписок у нас ниже 1%, и показатели добавления спам тоже ниже 1%, но на данный момент это еще и еще меньший, в общем-то, процент, там, порядка 0,5%, если не шумбис. Да, вот. И, соответственно, внизу уже представлен скриншот, который, оно действительно отображает всю ситуацию, которая, ну, о котором мы заявляем чуть выше на этом слайде. Ну, да, вот здесь процент вписавших, как мы видим, да, 0,19 десятых. Вот, поэтому все и позитивные, и негативные стороны, они описаны вот в данных, в общем-то, показателей, что, в общем-то, действительно несет за собой позитивные такой, позитивные все метрики. Можно так сказать. Так. Ну, в принципе, это у нас и все. Да, дальше, как я не знаю, если выключите. Я извиняюсь. Ну, ладно, там, по-моему, это подпись идет, и, в общем-то, ну, можно, наверное, на этом остановиться и уже сделать так. Так, ну, смотрите, если резюмировать какие-то моменты по нашему вебинару, да, то есть что… даже зачитаю, что действительно данный вид рассылки ведет к увеличению лояльности к бренду, запоминаемости бренда в целом, потому что эти рассылки действительно открывают, их читают. Третье – это все-таки, опять же, наша цель – это финансовая составляющая, это несет к увеличению ЛТВ каждого клиента, то есть заказывают не раз, возвращаются на сайт, а заходят снова и снова, потому что помнят, что, ну, во-первых, запомнили бренд, да, во-вторых, они знают, что письмо лежит в электронном виде на почте у них, они могут легко оттолкнуться от этого письма и вернуться на сайт, например, да, вот. И сарафан и радио, о котором мы говорили вначале, то есть это действительно присутствует, что ведет дополнительный еще поток клиентов. Так. Да, обращаюсь тогда к вопросам. Здесь пока что, наверное, все. Михаил, да, с любовью перебор вы имеете в подписи, да, но, тем не менее, это, ну, тут у нас нет строгой направленности, что нужно подписывать письма именно так, то есть это уже согласуется, естественно, с каждым магазином, да, то есть если магазин придерживается более такой дружеский и, ну, такой тесный, так скажем, да, то есть контакт и коммуникацию с посетителем, то, ну, это, в принципе, достаточно корректно. Если, ну, ведет такая более, более холодная беседа с посетителем, то можно, конечно, с уважением с ним подписывать или придумать любое-другое, ну, в общем-то, какую-то национальную составляющую в подписи, что по сути никак не будет влиять на не особо там негативное, в общем-то, отношение к данному письму. Ну, наоборот, ну, такой формат, да, он располагает, смотря какой сегмент, да, если это рыбалка или там что-то в этом роде, то, возможно, там будет перебор, а если это какой-то формат, где присутствует, ну, женская аудитория, то здесь даже очень корректно будет на самом деле. И для привычного знакомства в целом. Так. Да, Ярослав, я так понимаю, что вы как раз здесь имеете в виду, и вы отвечаете на вопрос Михаила, или, в принципе, здесь это ко мне вопрос, не совсем поняла. Но, да, любой, любой текст действительно может быть изменительным, все в любом случае согласовывается. Ну, опять же, здесь нужно смотреть сегменты, формат общения с посетителями. Вот, потому что, ну, многие интернет-магазины придерживаются там более агрессивного, да, то есть такого контакта с посетителем. И, ну, в общем, у всех форматы разные, то есть можно рассматривать различные варианты. Почему не все доставлены? Это здесь вы имеете в виду статистику. Ну, не все доставлены, потому что, ну, могут быть какие-то адреса, которые, может быть, немножко не совсем корректно были введены, да, то есть здесь самый главный формат писем, ну, e-mail, которые мы подхватываем, это то, что, ну, действительно должны содержаться, ну, все вот эти вот фазы, в общем-то, электронного поля. То есть, как вот, не знаю, там, Анна, собака, опять же, там, не знаю, там, летхит.ру, да, то есть если кто-то ошибся в написании, там, какой-либо буквы, то, соответственно, письмо на почту, да, оно не отправится. Вот, но тем не менее, да, мы отслеживаем, ну, и стремимся к стопроцентному, да, показателю по всем, ну, по всем параметрам, да, стремимся. Вот, сейчас, секунду. Финансы, ну, финансы, да, к сожалению, здесь не представлено в данных слайдах, но здесь могу вам точно сказать, что у нас по статистике оборотность с применением данного вида рассылок на, ну, практически на каждом сайте, на каждом магазине она возрастает до 30%. Оно именно оборотность здесь, подчеркну, здесь я не имею в виду, там, конверсию или еще что-то. То есть здесь можно выйти очень легко, ну, при корректных составляющих по взаимодействию посетителя конкретных каких-то сегментов, это действительно можно выйти по окончании трех месяцев к показателю, который, по оборотности, который, ну, да, возрастет на 30%. Ну, Василина, в общем-то, обращайтесь в нашу компанию, уже просмотрим ваш сайт и приведем вас тоже к таким результатам. Здесь, наверное, сейчас лучше, да, показать мои контакты, но я не совсем знаю, как. Так, сейчас, секунду. Все, сейчас покажем для Василины специально. Так, секунду. Секундочку, сейчас мне помогут. Да, это Василина специально для вас. В общем, можете мне писать, звонить, просмотрим ваш сайт и ответим на все вопросы подробно. Так, Иван, статистика по рассылкам очень впечатляет. Какой-то определенный сегмент, какие показатели несет. Да, Иван, ну, на самом деле, да, действительно, у нас статистика очень хорошая по рынку в целом. Она, ну, у нас, в принципе, сбор базы данных у нас по e-mail у нас в четыре раза больше, то есть, соответственно, и, в общем, да, данных рассылок, отработки большего количества посетителей на сайте, она несет действительно вот именно такой, такие процентные показатели, ну, в общем, в каждом сегменте, потому что, ну, здесь я не разделяю, что как сильно различаются, не знаю, там, сегменты. Это интернет-магазины, у которых цель по факту, она одна, да, то есть где-то она более, более, опять же, агрессивная, активная, это если, не знаю, там, рассматривать какие-то сезонные, ну, магазины в сезонность, да, то есть или где частота покупок достаточно, ну, такая, часто, вот. Или же те магазины, которые, ну, в которых продается товар, ну, которые не так часто покупаются, кондиционеры, да, но, тем не менее, мы просматриваем каждый сегмент достаточно подробно, да, то есть отталкиваясь от каких-то стандартов изначально, которые мы точно знаем, что принесет определенный результат уже с первого месяца сотрудничества, вот. А в дальнейшем, да, то есть уже просматриваем какую-то определенную направленность к каждому и подбиваем, так скажем, да, наши механизмы под более эффективный результат. Ну, в общем, просматриваем каждого. Поэтому, да, у нас первые результаты действительно могут уже, ну, уже финансовые точно уже идти с первого месяца, да, то есть уже такие хорошие будут, в общем-то, показатели по дополнительной оборотности в целом, а показатели по статистике кликабельности открываемости уже, ну, в общем-то, практически с первого дня, да, у нас, ну, несет вот такую процентную составляющую по открываемости кликабельности доставки. Поэтому сразу же, да, Иван, сразу же, практически с первого дня. Да, Василина, через 30... Да, в основном многие магазины, они шлют действительно брошенную корзину через 30-60 минут, а многие это делают и через сутки, а то через три, трое суток, точнее. Да, мы отправляем это через три минуты, да, то есть как, опять же, да, то есть показывают какие-то наши статистические такие данные и показывают, ну, в общем-то, все форматы по открываемости, опять же, кликабельности, показатели, там, не знаю, увеличения оборотности, который в целом у нас идет, то действительно здесь лучше отправлять письма сразу и вовремя, когда человек еще, ну, чисто физически не успел действительно перейти на какой-либо сайт и уже, ну, не только просмотреть какой-либо товар, да, который его интересует, но и сделать покупку чисто физически не смог, да, то есть все мы знаем, когда человек начинает что-то выбирать, и зачастую, там, у вас было, там, это 100%, да, когда вы что-то ищете, вы просматриваете тучу различных сайтов, и зачастую, где какой-либо товар был увиден, не знаю, там, в первых двух сайтах, к примеру, да, то есть я уже не говорю, там, уже если какой-то конкретный сайт смотреть в каком-то конкретном разделе, там, или еще что-то, ну, в общем, здесь человек может запутаться очень сильно, поэтому здесь, в принципе, может человеку надоесть этот процесс, и будет самым простым решением для него – это просто пойти, не знаю, там, в магазин и приобрести товар уже, ну, не онлайн, так скажем, да, то есть здесь, ну, фактор такого некого якорения посетителя на сайте, он должен срабатывать мгновенно, как мы считаем, и, ну, то есть чтобы человек уже, ну, даже если при таких, ну, при таком сложном выборе какого-либо товара, то есть уже что-то запутается, то есть он действительно придется к самым простейшим вариантам, ну, будет склоняться к самым простым вариантам, а это будет наше письмо как раз в корзине, ой, в корзине, на почте, то есть, и, соответственно, здесь уже тот самый Михаил, так сказать, да, который уже предлагал нам помощь, которую мы рассматривали ранее, да, то есть уже сможет ответить на все вопросы, и зачастую, если, ну, Михаил в дальнейшем ответит на письмо такого посетителя, то он и сам поможет сделать ему, закончить за него оформление заказа, и вот что это приведет к позитивным, в общем-то, сторонам с обеих сторон, что-то в этом роде. Так, а Михаил как раз так же, да, спрашивает, ну, я просто не знаю, наверное, всем же, да, видно все вопросы или я одна, но я, тем не менее, это проговариваю. Если рассматривать наш сервис, то действительно вообще несложно, в общем-то, подключить... Да, Михаил, спасибо. Вообще несложно подключить наш сервис на сайт, это занимает, ну, 15 минут времени, там, самого начинающего программиста, да, то есть для человека, который немножко там в этом всем понимает, потому что это всего лишь два счетчика JS-овских, ну, которые просто вставляются в код сайта. Все. Поэтому если даже у вас нет программиста, вот, но вы немножко разбираетесь в этой стороне технически, то для вас не ставить никакой сложности поставить эти два счетчика на сайт, и все. И, в общем-то, уже начается процесс, в общем-то, внедрения всех наших рассылок на сайт. Чисто физически это все, ну, запуска от и до наших рассылок, ну, занимает где-то порядка трех дней, да, если там нет никаких там специализированных, ну, более там точных вопросов. То есть если мы все, мы со всеми моментами определяемся сразу, что это три дня, да, то есть и все, уже все рассылки работают, уже на четвертый день вы уже начинаете какую-то прибыль получать. По стоимости, если говорить о формате действительно стоимости, то здесь мы рассматриваем несколько моментов, несколько форматов оплат. Это, ну, первое, на что мы основываемся, это формат CPS, то есть это уже оплата по факту выкупленного заказа, которое привело одно из наших решений, да, то есть процентная составляющая, которую мы обговариваем заранее, да, на берегу, как говорится, перед сотрудничеством. Поэтому здесь можно рассматривать формат CPS, да, то есть оплата процента за результат по окончанию каждого месяца, ну, либо же можем рассматривать какую-то, не знаю, фиксированную оплату, которая, ну, более понятна и допустима, допустим, для вас как для сайта. То есть здесь, ну, можем рассматривать, да, это будет более удобный вариант. В любом случае, ну, это все равно очень легко, в общем-то, согласовывается, и, в общем, приходим к обоидному пониманию. Да, Василина, у нас также есть и товарные рекомендации в нашем спектре Литхита, в нашем сервисе Литхит. То есть, соответственно, здесь мы можем товарные рекомендации также еще и внедрять блоками на, ну, в письмо. Как в письмо, так и, кстати, в тело сайта в любой из разделов. Вот так, главная страница, но в общем разная главная страница в карточке товаров и разделов в целом. Поэтому, да, есть, можем, и, да, очень хороший вопрос, спасибо, потому что, ну, действительно, это тоже важный аспект, который ведет еще и к продаже, да, или к увеличению среднего чека в письмах в целом. Любят, любят люди товарные рекомендации, потому что, действительно, если они грамотно выстроены в письме, то, действительно, на них очень положительно реагируют, ну, потому что не всегда, если там образом покупаешь, не знаю, там, допустим, ноутбук, может быть, не сразу же там человек принимает, к примеру, да, что нужно, не знаю, сумка для ноутбука, к примеру, да, то есть, а здесь, когда ему присутствует какая-то подсказка уже в письмах, то он на это действительно реагирует. Да. А если покупатель отказался от покупки, это, скорее всего, Ярослав, вы имеете в виду процесс, ну, в общем-то, формат к вопросу о выплате. Смотрите, если рассматривать, да, мы друг друга понимаем, если рассматривать здесь формат CPS, да, то есть уже по факту выкупленного заказа, если у нас идет расчет с магазином, то здесь мы, конечно, отталкиваемся от, ну, действительно, от факта, опять же, действительно выкупленного заказа, то есть уже те заказы, за которые заплатили, то есть вы, как магазин, уже получили деньги, то есть с таких заказов мы только берем процент. Понятно, ну, это понятно, что в каждом интернет-магазине какой-то процент отказов от товаров, он присутствует, то есть на них мы не претендуем, вот, здесь мы не хамим друг друга, да, здесь, соответственно, мы входим в положение, то есть нам чужого не нужно, мы несем только результат. Поэтому здесь, да, если у вас отказались от каких-либо покупок заказов, которые были сделаны, то есть мы на них не претендуем, опять же, то есть за них денег не берем. Берем только за фактически принесенный результат, чтобы всем было хорошо и удобно и комфортно. Поэтому, Ярослав, пишите, звоните, пообщаемся. Так, ну, наверное, если нет каких-то вопросов... А, Василина. Какая расслыка приносит больше всего денег магазину? Ну, здесь четко сказать на самом деле нельзя, потому что, ну, опять же, у всех разная специфика, и здесь именно поэтому, ну, каждая правильность, каждый, там, не знаю, разный сегмент у магазинов, там, различные, там, факторы, там, сезонности или несезонности присутствуют. Здесь уже нужно ориентироваться, ну, действительно, на... отталкиваться от того... от той ситуации, которая присутствует на данном магазине, да, то есть нужно изначально проанализировать. Но вообще по факту каждый из рассылок в тот или иной период приносит какую-то большую прибыль, а кто-то меньше, да, то есть именно поэтому мы рекомендуем и, в принципе, внедряем в каждый магазин именно комплекс всех наших рассылок по различным, ну, направленностям, потому что, ну, здесь нужно уже, как говорится, да, то есть отталкиваться от ситуации, да, то есть мы рассматриваем наши рассылки комплексно, поэтому, в общем-то, здесь очень сложно сказать, кстати, каждая рассылка, она составляет очень большую составляющую, не знаю, в общем, сложно здесь ответить, наш комплекс в целом, скажем так, несет очень большую прибыльность. А откуда и какая рассылка приносит большинство денег магазину, ну, здесь действительно очень сложно сказать, потому что, ну, не знаю, там все равно лидером является, как всегда, это брошенная корзина, потому что ее больше чисто физически на сайте. Ну, либо, кстати, да, у нас есть... Инструмент, который взаимодействует с анонимным трафиком, его выявляет в принципе, то есть он несет тоже очень хорошую такую прибыльность для магазина, потому что тут действительно он способствует большему выявлению e-mail, что в дальнейшем несет, ну, определенный результат для магазинов. Вот, поэтому, ну, в общем, здесь нужно рассматривать не какую-то конкретную рассылку точечную, здесь нужно рассматривать весь комплекс в целом, а это несет прибыльность и, ну, различные отличные статистические показатели, которые мы смотрели. Да, вот, ну, наверное, это все. Опять же, напомню, что какие-то вопросы, скорее всего, они у вас возникли. Вы можете задать мне по e-mail, который я так что закрыла, то есть по всем моим контактам, но сейчас я попробую вернуться назад. Секунду. Вот, смотрите. В общем, здесь все мои контакты отражены. Мы сможем более подробно пообщаться по каждому из вопросов, которые возникли. Вот, поэтому мы звоните, пишите. Пообщаемся. Так. Все, скажи, не все. Все.